Добрый день, в эфире телеканал НТС Новости, в студии Елена Яковлева. В вероисповедании, отметил президент, личное дело каждого человека, а именно право выбрать, приверженцем какой конфессии быть и верить ли вообще. Большинство государств, отметил президент, выбирают политику невмешательства в этот выбор. Однако немало и тех стран, которые отдают предпочтение какой-то одной религии. Так, в 25 странах мира исламу придан государственный статус, в других существует понятие традиционной религии. Каждая страна, по словам главы государства, выработала свой подход в выстраивании этих отношений. Единого рецепта для всех не существует. Во внимание нужно брать особенности исторические и менталитета, и непременно обсуждать на уровне всех слоев населения. Одним из предложений Сурон Вайджи Инбекова на этой конференции стало создание Исламской академии. Уже существующие Исламский колледж, институт, университет, медресе должны работать по стандартам единой образовательной системы. При этом, добавил президент Ислам, который традиционно исповедовался кыргызским народам, никогда не противоречил светским законам и гармонично сосуществовал с древними традициями и обычаями нашего народа. Врача, на приеме которого скончалась 16-летняя девочка, Свердловский суд отпустил под домашний арест. Заседание по избранию меры пресечения прошло накануне. Несчастный случай произошел в ЦСМ номер 8 1 сентября. Врача Султана Абдукеримова задержали после того, как судмедэкспертизы заключило, что смерть девочки наступила от шока, вызванного введенными ей лекарствами. В заключении комиссии говорится, что подростку был изначально поставлен неверный диагноз. Девочка жаловалась на сильные головные боли. Врач направил ее на обследование МРТ, которое показало наличие кисты, как последствия перенесенного инсульта. В итоге, лечащий врач, не изучив как следует анамнез пациентки и не дождавшись всех результатов и анализов, поставил диагноз с последствия острого нарушения мозгового кровообращения, начав лечение небезопасными, как утверждают в Минздраве препаратами, которые противоречат при таком диагнозе стандартам клинического руководства. Девочки начали паравертебральную блокаду, необходимости в которой не было. В итоге, по мнению комиссии, у девочки наступила системная токсичность на введение навокаина. Смерть наступила на третий день лечения. Вследствие введенного препарата у пациентки резко упало давление, что привело к генерализованному шоку, сосудистому коллапсу и остановке сердца. Кашель, насморк, температура и озноб. С такими симптомами все больше граждан стали обращаться к врачам. О риском увеличении заболевших сообщил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Гульчиги Талиев. Основной причиной, по его словам, стало похолодание. Сильные морозы, которые держатся в туши который день, привели к переохлаждению и развитию ОРВИ. В инфекционке уже развернули дополнительное отделение на 35 коек, куда перевели гепатитных больных и тем самым освободили место для пациентов с гриппом и простудой, риновирусными и аденовирусными эффекциями. В этой связи медики предупреждают, что самолечение может привести к серьезным осложнениям. Прописывать самим себе антибиотики, отметили врачи, это очень опасно. Но контролировать продажу этих лекарств в аптеках, к сожалению, Минздрав не в состоянии. В связи с чего, призывая доктора, при первых симптомах лучше обратиться к специалистам. Депутат из Лейлека, которому стреляли в спину, перенес две операции. Спикер Айльного Кенеша Ченнеджер Кубаныч Баянов выписан из реанимации. По данным депутатов сельсовета, он проходит лечение в больнице таджикистанского города Гафуров. Инцидент, напомним, случился в селе Арка-2 5 ноября. По данным милиции, неизвестный произвел выстрел из неустановленного оружия в спину мужчине и скрылся. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье покушения на убийство, продолжается. На помощь мерзнущим горожанам направили троллейбусы в связи с похолоданием. Теперь они будут работать до 10 вечера. В течение уже пяти дней в городе стоят сильные морозы. Особенно сильно температура падает к вечеру, из-за чего количество маршрутных такси снизилось. Добраться до дома в вечернее время оказалось практически невозможно, если только не прибегать к услугам такси, что большинству не по карману. В этой связи бешкетчане массово выразили недовольство работы общественного транспорта. Потому накануне мэрии было принято решение о продлении работы троллейбусов до 22 часов. Всего ежедневно на маршруты выходит 121 единица этого транспорта, еще 90 автобусов и около 1800 маршруток. Ну а в Бешкеке выбрали Мисс Кыргызстан 2018. Организатором этого мероприятия выступило Министерство культуры, информации и туризма. Совместно с рядом частных компаний из 300 претенденток до финала дошли 23 участницы. Девочки представили все области республики. По результатам конкурса победителем стала участница из Джалалабада Эльмара Бурамбаева. Кроме короны она получила право представлять Кыргызстан на конкурсе Мисс Мира. Подробности в нашем следующем сюжете. Кто достоин того, чтобы представлять Кыргызстан на международных конкурсах красоты? На этот вопрос накануне вечером пытались ответить строгое жюри конкурса Мисс Кыргызстан 2018. В одном из развлекательных центров столицы прошел финал конкурса. На заключительный этап девушки приехали со всех областей страны. В отборе принимали участие сотни красавиц со всего Кыргызстана. Но отобрали далеко не всех. На кастинге присутствовало порядка 300 девочек. И в финал прошли в данный момент 23 девочки. На протяжении всего месяца у девочек была определенная программа. Это были различные мастер-классы, тренинги, тренировки и так далее. То есть девочки работали не покладая руки. Рост девушек должен был составлять не менее 168 сантиметров. Возраст до 25 лет. Ну и определенная артистичность, харизма и так далее. Пока гостей конкурса развлекали артисты кыргызской эстрады, за кулисами девушки готовились к первому выходу. Несмотря на то, что на кону стоит не просто звание самой красивой, а возможно и будущая карьера, конкуренции среди финалисток нет. Говорят, пока шли до финала, очень сдружились. Членам жюри, в состав которых вошли как чиновники, так и людей от фэйшн-индустрии, предстояло отобрать лучших по результатам нескольких конкурсов. Девушкам было дано задание рассказать о себе, затем продемонстрировать свою пластику в танцевальном этапе, показать умение красиво дефилировать и уметь преподнести себя в вечернем наряде. По словам членов жюри, такого тяжелого выбора у них не было никогда. С поставленными задачами все конкурсантки справились на отлично. И выбрать лучших из лучших было непросто. В результате даже решили ввести дополнительное звание третий вице-мисс, потому что просто не могли не наградить девушек. По результатам конкурса первый вице-мисс стала Бегемай Ивакова, представляющая Иссыкуль, второй вице-мисс признали Шахзоду Болтабаеву, а третий не сбег Кызы о руке. Обе из Таласа. Тяжело было выбирать, но мы постарались по всем критериям, посоветовались с хореографами, с кем только можно, да и выбрали, думаю, что достойных. Поэтому мы думаем, что мы сейчас хорошо поработали. Дело в том, что еще для состава жюри было очень мало времени отведено, и мы чуть-чуть, даже несмотря на то, что мы жюри, мы тоже волновались. И выбор был очень такой тяжелый. Остальные участницы получили сертификаты и подарки от спонсоров мероприятия. А главный приз к корону первой красавицы Кыргызстана получила представительница Джалалабада Эльмира Баранбаева. Девушке 21 год, сейчас она получает второе образование. Во-первых, это любовь к своей стране, а ведь как иначе девушка может носить титул в мисс Кыргызстана? Во-вторых, это просто большое счастье для меня. Я шла к этому, у меня цель была победа. Старалась, ну старалась как могла. Я хотела выложиться на все стои, и у меня получилось. Теперь Эльмира будет представлять Кыргызстан на конкурсе Мисс Мира. Кстати, предыдущая мисс Кыргызстан Бегемайка Рыбекова в этом году впервые представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная. Игорь Потанин, Владимир Кубалдеев, НТС. Ну и на этом у нас пока все. Смотрите наши последующие выпуски новостей. Я же с вами прощаюсь. До свидания.